Криминальной иллюстрацией к поговорке в лесу о бабах с бабами о лесе стал инцидент в Лысковском районе. Там трое лесорубов заготавливали лес на телянке и разговор зашел о женщинах. Однако неосторожное слово привело к трагедии. Только спустя 4 месяца лесорубы, будучи в подпитии, проболтались о том, что зарубили коллегу, а тело сожгли. За это в итоге пошли под суд. Пожалуйста, трену преснанятия. Куда? Молодой человек. Я не буду с нами, я не говорю. Потерпевший назвал сожительницу Егорова, с которой он в этот момент сожительствовал, женщиной легкого поведения. Девушка, скажи, пожалуйста, как оцените действия ваших товарищей? Моих товарищей? Да, да. Ничего я не скажу. Вы их осуждаете? Нет. А почему? Потому не осуждают. Суд зашел. Ну, показывайте, как прицеливались, в каком положении стреляли. Как вот прям кожу держали. Показывайте. А куда стреляли? В голову. Что потом было сделано? Закидали труп дровами, облили горючими веществами. И в течение трех дней обвиняемый Аляпин уже сжег труп вот так же на этой же лесной делянке. Потерпевшего-то практически ничего не осталось. Кстати, та самая Наталья, которая и стала яблоком раздора между лесорубами, если вы обратили внимание, сама сидела в наручниках. Дело в том, что женщина уже отбывает срок за то, что забила поленом мужчину, который ее домогался. Что касается ее возлюбленного, то Дмитрию Егорову и его подельнику грозит до 15 лет лишения свободы.